сегодня у меня в гостях путасу это такие симпатичные рыбки я и разморозил сейчас задача ее распотрошить удалить внутренности отрезать головы отрезать плавники хвосты и порезать на кусочки будем готовить рыбные консервы всем привет я почистил рыбу от внутренностей отрезал головы хвосты плавники промыл ее режем на удобные для вас кусочки у меня получилось 2 килограмма и 075 банка головы хвосты и кишки прочь ерунда эту я тоже поставлю в автоклав ну и когда она сварится с кормили куром рыбу я сейчас посолю из расчета 1 к то есть два килограмма рыбы таким образом 20 грамм соли прошло 15 минут рыба просолилась соль разошлась в банке я добавляю по одному листику лаврового листа несколько горошин черного перца также я хочу сделать две банки рыбу в томатном соусе у меня есть замороженные помидоры на дно каждой банки брошу по помидорке и дальше уложу туда рыбу в банку с помидорами я добавлю по паре или по тройке столовых ложек вкусного грузинского соуса он кстати очень вкусно мне понравился купил светофоре думаю попробую что может лежать там за 35 рублей соус офигенный так получается по две ложки по две ложки все банки я подготовил закрыл крышками перед закрытием крышке обязательно прогревайте я например их кладу в холодную воду довожу до кипения и только после этого закатываю банки напомню что у меня есть здесь в этой банке у меня головы потроха рыбьи плавники они пойдут курицами съедение после приготовления это не соленая здесь у меня рыба собственном соку лавровый лист черный перец соль и добавил это растительного масла пару столовых ложек здесь грузинский соус помидорка рыба соль лаврушка черный перец ну и не гонять же в пустую автоклав достал из морозилки замороженные помидоры налил воды положил лаврушку черный перец уксус сахар соль и закатал будет маринованные помидорки но правда на 120 градусов я думаю они будут переварены ну да ладно посмотрим укладываем банки в автоклав банки уже внутри заливаю их холодной водой заливаем в автоклав воду примерно падаю по эту риску шов видим изнутри и теперь набираем начальное давление нужно набрать 0 2 мега баскаля 0 2 мега баскаля набрано оставляем в таком состоянии на 5-10 минут чтобы проверить герметичность системы прошло 10 минут давление держится на уровне того как который мы накачали то есть 0 2 мега паскаля теперь стравливаем давление до 0 1 и включаем газ давление 1 атмосфера газ включен теперь ждем пока манометр покажет почти 0 4 мега паскаля это будет 4 атмосфера что соответствует 120 градусам по цельсию набралось необходимое давление в 0 4 мега паскаля я выдержал 40 минут на этом я отключаю газ и до завтра будем открывать и пробовать пока остывали консервы наступило утро следующего дня и похоже у нас будет на новый год и снег идем открывать консервы автоклав остыл стал практически холодным давление упало до изначально набранного сейчас будем спускать излишнее давление до нуля делаем это с помощью ниппеля аккуратно чтобы крышки не слетели с банок давление на нуле откручиваем смотрим все в порядке на поверхности воды плавает только ржавчина все банки целые вынимаем вот эта банка была не полная это помидоры это рыба в томате консервы из рыбы готовы также готова баночка помидоров маринованных кстати способ с помидорами вообще отпадный положил помидоры засыпал специи соль сахар уксус залил водой закатал и положил в автоклав готова так вот эту баночку мы откроем она не полная и откроем банку рыбы в томате так выглядит рыба в собственном соку давайте попробуем кусочек очень вкусно обожаю рыбы действительно вкусно кости мягкие шикарно для тех кто на 9 дюкана идеальный вариант так выглядит рыба в томате вот помидорка которую мы клали попробуем рыба в томате ну по моим ощущениям рыбы без томата вкуснее надо может распробовать это тоже пойдет но без томата лучше всем спасибо за просмотр пока а а